Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Время, как и всегда, неумолимо движется вперед. Мы, собственно, приближаемся к пятнице, дню, когда американские статистики представят нам данные по состоянию американского рынка труда. Вот уже несколько дней подряд мы с вами начинаем брифинг именно с констатацией самого факта этих ожиданий. И я не устаю повторять, насколько они важны сейчас для американской валюты, которая находится в острейшей фазе перепродности. Это тоже уже, на мой взгляд, факт, который ни у кого не вызывает сомнений. Ну, кто-то, да, действительно пытается объяснить, почему это происходит, аргументируя позицию того, что сломался, собственно, и вектор дальнейшего поведения, и доллар сейчас отражает политику, которая направлена на поддержание национальных производителей и, соответственно, на большую слабость. Ну, если мы говорим про национальных производителей, мы понимаем то, что дешевая валюта как раз то, что будет способствовать определенному изменению торгового баланса. Но мы говорим в целом, будучи покупателем этого актива, про наличие серьезных причин, из-за которых американская валюта, ну, если уж не на совсем более высоких уровнях должна находиться, то, по крайней мере, гораздо выше текущих значений. И самые главные аргументы этого, это сильный пундамент, это риторика ФРС, с риторикой ФРС, которая свидетельствует о том, что мы все-таки в ближайшее время, под ближайшим временем, я подразумеваю, это сентябрь уже, получим первое свидетельство сокращения баланса и будем полномерно ждать еще одного шага по росту процентных ставок. Это уже решение на конец, конечно же, 2017 года. Но, ладно, по доллару, безусловно, поговорим и продолжим это делать вплоть до пятницы и, собственно, на следующей неделе это тоже, поскольку доллар для нас центральный инструмент. И вчерашняя торговая сессия ясно доказала то, что доллар влияет на поведение всех других активов. Да, мы пытаемся, конечно же, объяснить поведение того иного инструмента, отталкиваясь от каких-то национальных первопричин, но параллельно, если на рынке происходят какие-то серьезные изменения с долларом, прочие активы реагируют больше именно на эти, скажем, поведенческие факторы, нежели на национальный фундамент. Об этом, собственно, тоже поговорим, но начнем, как всегда, с рынка нефти, потому что сегодня у нас есть возможность не просто проводить оценку и детальный обзор фундамента, но и говорить о том, что нефть отреагировала на него логичным образом и показав снижение. Ну, собственно, колл вчерашнего дня, как вы видели, 51,42, я констатирую в уровне по бренду. Сейчас актив 51,25. Котировки нефти не удержались на положительной территории и давно уже пора корректироваться, потому что мы росли всю прошлую неделю, мы выросли в понедельник, и вот, наконец-таки, это коррекция. И, между прочим, друзья, коррекция-то не, скажем, символичная, а очень даже существенная. Мы видели потери за вчерашнюю торговую сессию больше 2%, которые о чем говорят? Ну, как минимум о том, что на рынке по-прежнему очень существенная сила, скажем, продавцов, продавцы не дремлют, и при появлении какого-то малейшего фундаментального негатива, собственно, готовы идти к более, на мой взгляд, оправданным, сейчас фундаментальным уровням для рынка нефти. И вчера, собственно, эти снижения, коррекция и текущие котировки, позволяющие рассчитывать на то, что снижение продолжится, в принципе, на азиатской такой сессии оно продолжается, впереди снова поддержка 50 долларов за баррель, которую нам нужно протестировать сверху вниз и превратить ее в сопротивление. Собственно, цены возобновили коррекцию на статистике, на подтверждениях, опять же, на результатах опроса, аналитиков, нефтяных компаний. Вы наверняка помните еще такую компанию, как PetroLogistics, мы о ней активно говорили 2 недели назад, которые оценивают предложения в рамках танкерного флота. Так вот, все вот эти опросы свидетельствуют о том, что в прошлом месяце на Ближнем Востоке в рамках регионов ОПЕК, странами ОПЕК было добыто очень много нефти, гораздо больше, чем в прошлые периоды, и по предварительным оценкам этот рост добычи может составить 250 тысяч баррелей за сутки. Если эти цифры впоследствии подтвердятся, друзья, то мы будем с вами говорить о максимальном, в месячном приросте практически об одном из самых высоких показателей с начала 2017 года. Теперь давайте поговорим о причинах, почему увеличиваются предложения, опять же, со стороны отдельных. Ну, конечно же, первая причина заключается в том, что растут объемы добычи со стороны отдельных регионов. И в Ливии, кстати, объем добычи уже достиг по итогам прошлого месяца 900 тысяч баррелей, и поскольку этот регион даже не обсуждается по факту потенциального присоединения к экономическому факту, по-прежнему не участвует в сделке ОПЕК по ограничению производства, выходит то, что Ливия будет и дальше увеличивать добычу. Нигерия, на которую мы тоже с вами обращали внимание, присоединится к сделке после того, как выйдет на показатель в 1,8, но до этого они могут увеличить добычу еще на 150 тысяч. И помимо, собственно, того фактора, что растут объемы добычи в отдельных регионах, на предложение влияет еще и несоблюдение многими участниками энергетического факта обязательств по ограничению производства. Вот сейчас, пожалуй, единственное, кто выполняет эти обязательства, это Ангола и Саудовская Аравия, ну, вроде бы как, еще и Катар. А вот те, кто точно уже забыли о том, что не должны соответствовать сделке ОПЕК и влиять на ребалансировку, это ИРА, который идет во главе всех, поскольку ООН, как государство, ограничило производство всего лишь на 60 тысяч баррелей, в то время как должны были и обещали сделать, снизить добычу, примерно на 210 тысяч, то есть здесь полное несоответствие, друзья. И вот эти цифры, они как раз доказывают то, что сами участники этого факта изнутри не верят в какую-то целесообразность, выданность, результативность той инициативы, на которую им пришлось пойти, поскольку раньше была такая уверенность, что ограничение производства, спрос и предложение будет восстановлен, и, может быть, даже на рынке обозначатся какие-то прецеденты проявления дефицитности и предложение это толкнет котировки нефти вверх, более высоким ценовым значением от этого выигрывают все. К сожалению, сейчас этого не происходит. К сожалению, для тех, кто пытается повлиять на ситуацию, к счастью, для тех, кто все-таки мирится с вот этой реальностью и спекулирует на том, что происходит. Вот к таким спекулянтам относимся, друзья, и мы с вами. Медвежие настроения на рынке вчера были усилены еще посредством данных по запасам нефти, по версии Американского института. За прошлую неделю запасы снизились, точнее выросли на 1,7 миллиона. Это не то чтобы переломный момент, но, согласитесь, тоже позитивный, поскольку статистика, как и предваряет данные от Министерства энергетики США, это правительственный официальный отчет сегодня, кстати, в 17.30 эти данные выйдут. И, конечно же, рост запасов, запасов нефти, запасов бензина, нефти, продуктов, либо увеличение ниги показателей добычи. Конечно же, этого всего будет достаточно, чтобы оказать еще большее давление на нефть и, соответственно, может быть, даже поспособствует тому, чтобы кассировки оказались ниже 50 долларов за баррель. По крайней мере, фундаментальная поддержка. Есть рынок, развернулся, показал серьезное ослабление, почему бы его не продолжить. Значит, будем ждать более низкие котировки и ценовые значения. Рубль 60.32 тоже в соответствии с нашими ожиданиями, стоила только нефти, отчетчивая придопность, собственно, от локальных максимумов. Рубль вынужденно провалился, оказался против доллара выше уже отметки 60. Мы видели планку и повыше. Это только начало, друзья. Российская валюта будет слабеть и дальше, стремясь к нашей с вами средней срочной цели. Все правильно, средней срочной цели. Это 63 рубля против американца. Долгосрочную пока предлагаю закрепить выше даже 65. Для рубля потерять, скажем, несколько рублей, простите за таталогию, но это действительно так, если оценивать ситуацию с котировками пары доллар-рубль, ничего не стоит, даже за очень короткий промежуток времени. Нужно только бдить, следить за фундаментом и все-таки быть реалистом. Даже, может быть, для кого-то вот эта оценка реальной картины конфликтует с патриотическими чувствами. Но это все-таки, друзья, экономика. И нужно понимать, на чем базируется экономический рост, если он вообще есть для российской экономики. И чем черевато, собственно, если российская экономика не выигрывает там, где может выигрывать. Ну, все это упирается, опять же, в риски для рубля. Евро-доллар, котировки сейчас у нас на отметке 1.18.22, вчерашняя торговая сессия. Небольшое ослабление, но все равно евро держится выше уровня 1.18. Напоминаю, что это максимальное значение, можно даже говорить с конца 2014 года. И европейская валюта для своего роста использует слабости доллара, использует по-прежнему. Ну, есть такая позиция на рынке, я ее лишь озвучиваю, но не разделяю. То, что присутствуют надежды, связанные с тем, что Европейский Центральный Банк все-таки пойдет на решение по выходу из действующих экономических стимулов. И третий фактор, помимо еще и статистики по доллару, политические, скажем, интриги, неопределенность вокруг политики Соединенных Штатов Америки, которая периодически провоцирует негативное настроение на рынке. Здесь стоит отметить, опять же, если мы говорили про политику, что сейчас обсуждается, и я думаю, что правильно будет поговорить с этим еще и с долларом. Ну, в понедельник, как вы помните, доллар столкнулся с очень серьезными распродажами. В принципе, по паре доллара и японской иены мы практически добрались до поддержки 110 иен против доллара. Хорошо, что этот уровень выстоял. Я думаю, что он вообще является сейчас переломным. Произошло это вследствие, опять же, реакции трейдеров на еще один ход со стороны Трампа, который отстранил от исполнения обязанностей, от занимаемой должности директора Белого дома по коммуникациям. Примечательно то, что произошло это через 10 дней после его назначения. Ну, о чем это говорит, друзья? Мы, конечно же, работаем только с той информацией, которая есть на рынке. К сожалению, углубиться подробнее в детальных принципах не можем, поскольку это требует большего увлеченности, вот эти политические скандалы, интриги и расследования. Но я думаю, что прежде всего вывод, который мы должны сделать, это о наличии серьезнейших, просто иначе не назвать, проблем, которые явно присутствуют с окружением у Трампа, которому по прошествии уже шести месяцев своего президентства никак не удается сформировать настоящую такую политическую коллицу лагерей и намышленников, с которыми можно гнуть свою политическую линию. Очень много отставок, очень много переназначений, и я думаю, что на текущем этапе, конечно же, на этом все не закончится. Рынок очень болезненно реагирует на это, поскольку любые такие перестановки провоцируют уход в защиту трейдеров, поскольку растут риски, связанные с политической неопределенностью. На фоне политической неопределенности нет однозначного понимания, что будет с монетарной политикой, поэтому здесь взаимодополняющий фундамент, то есть есть статистический позитив и тут же есть политический негатив. Они, с одной стороны, не балансируют, кто-то из них теоретически перевешивает, но мы будем рассчитывать и надеяться на то, что перевес статистики в конечном счете будет и станет следствием еще улучшения политической картины. Нам нужны реформы, о которых мы уже неоднократно говорили, но, к сожалению, они пока не реализовались. По евро-доллару немножко мы далеко ушли, давайте вернемся к этому валютному активу. Я хочу обратить ваше внимание на статистику по индексам активности в Германии и еврозоне в целом. Думаю, что вы и без меня на нее посмотрели. В целом у нас сохраняется негативный тренд, статистика ухудшается. Наверное, не буду сейчас забивать вам голову о цифрах. Если они вас интересуют, можете сами посмотреть в экономическом календаре. Но они на самом деле не имеют какой-то влажности с точки зрения запоминания того, какой вышел. А что, самое главное, нужно отслеживать тенденции. Так вот, тенденции сейчас нисходящие. И вы помните, друзья, как только мы оказались выше отметки 1,16 по евро-доллару, все, кому не лень, и все, кто может, наверное, адекватно оценить и взглянуть на происходящее, Сталин говорит про риски, которые несет дорогая валюта для национальных производителей и, в принципе, для экономики. Так вот, индекс активности в производственном секторе, он как раз и подчеркивает, насколько, в каком состоянии пребывает сейчас промышленный сектор. То, что мы снижаемся вот уже третий месяц подряд, собственно, снижение третий месяц подряд полностью отражает растущую трендовую динамику по евро-доллару, указывает на то, что промышленники начинают переживать, поскольку рост курса евро сказывается на конкурентоспособности и, в конечном счете, приводит к снижению прибыли компании. Мы об этом тоже говорили вчера, вот сегодня из обновленных прогнозов Морган Стенли, хотя они не, скажем, ласточка, а в плане такого анализа у нас уже были первые сигналы со стороны инвестиционных фондов, которые проводили параллели того, что каждые 10% роста курса евро отнимают 6% прибыли на акцию компании. Я советую вам запомнить этот простой параллель, потому что сейчас у нас уже есть рост курса евро больше, чем на 10%. И то, что выходит результаты квартальной деятельности европейских компаний, по большинству из них результаты оказались хуже, чем прогнозировалось по европейским компаниям, не путайте с американскими. И это тоже следствие, опять же, роста курса евро. И почему сейчас снижается оптимизм предпринимателей, промышленников? Это связано с тем, что снижение прибыли, в конечном счете, друзья, скажется на экспорте. Экспорт снизится, а для ведущих локомотивов, промышленных центров всей еврозоны снижение экспорта – это первая причина будущего спада экономического роста. Поэтому есть даже версия, что если европейская валюта сейчас улетит выше планки 1,20 против доллара, то буквально через два квартала экономический рост может снизиться примерно на 0,3-0,4% для всего валютного блока. И это невзирая еще на то, что даже текущий рост может стоить индексу потребительских цен еврозоны примерно на 0,3%. То есть здесь вывод, он на поверхности, евро, да, очень высоко находится. И может быть, руководствуйтесь такой трендовой торговлей, если актив растет, нужно покупать, и уж символик не нужно договорить против тренда. Я хочу, чтобы вы понимали, что по евро сейчас такая картина, которая в любой момент может остать уже не на руку быкам, а, напротив, позволить начать зарабатывать именно продавцам, которые своевременно присоединятся к этой сделке. Поэтому моя вам рекомендация – ищите уровни для продажи. Если, опять же, относитесь к тем трейдерам, которые привыкли рисковать снимать максимум сливок, то даже текущий уровень, кажется, они привлекательны для занятия долгосрочных коротких позиций. Доллар японская иена – тоже очень много отчетов. По американцу вчера вышли – это расходы на личные потребления, личные доходы, личные расходы, индекс ПМИ в производственном секторе, также индекс активности в производственном секторе по версии ISM. Кстати, здесь я обращу внимание на то, что статистика 56,3 – 57,8, и все увидели в этом негатив. Да нет никакого негатива, друзья, потому что прошлое значение 57,8 – это максимум за последние три года, и мы немножко оказались ниже. И даже если забыть вообще про этот отчет 57,8, а говорить про текущее значение 56,3, оно все равно гораздо выше медианы средней оценки, которую мы наблюдали по этому релизу с начала 2017 года. И я еще раз напоминаю, что такие отчеты, как индексы ПМИ активности, их нужно интерпретировать в следующей позиции. Есть отметка 50, все, что выше – это хорошо, а если индекс растет выше 55, это сверхпозитив, в данном случае по штатам 56,3. Индекс ISM, разгон инфляции, тоже выше всяких похвал, с 55,7 до 62 мы выросли. Статистика продолжает улучшаться. Именно хороший фундамент вчера стал причиной роста индекса доллара, которому удалось выкармливаться со многомесячных минимумов, и стал причиной роста доходности трежер, из которой десятилетки практически тестировали планку в 2,3%, правда, закрепить результат в конец дня им не удалось. Сегодня из топета вот этого фундаментального подхвата данные по рынку труда США, это отчет ADP, данные выйдут в 15.15 по московскому времени, и замыкать торговую сессию будут выступления голосующих членов ФРС, Лоретта Мейстер и Уильямса в 19.00 и в 22.30, соответственно. Завтра мы уже подведем итоги того, что они скажут, но я уже, в принципе, понимаю, о чем пойдет речь. О прежнем сохраняющемся позитиве в рамках американского рынка труда может быть даже будет затронута тема, что 10% ослабление доллара с начала 2017 года будет положительным образом сказываться на инфляцию, поэтому ожидания ФРС достижения цели в 2% по-прежнему выдерживаются и не должны ни в коей мере корректироваться. Все это предпосылки более жесткой риторики и возвращение нас к сигналам от ФРС, которые уже были даны сколько раз даже, не помню, с начала 2017 года о том, что осенью начнут сокращать баланс и в декабрю снова поднимут еще раз процентные ставки. Фунт против доллара. Индекс активности в производственном секторе вчера с 54,2 до 55,1 роста. Я продолжаю крайне удивляться статистике по Англии, поскольку эта статистика, как я уже отмечал, соответствует динамично развивающимся, развитому рынку, который не испытывает никаких проблем, уж тем более таких, которые характерны для Англии, связанные с ФРС. Поэтому все-таки я советую пока не распыляться на фундаментальный позитив и не видеть его в этих отчетах. Может быть, эта статистика будет еще корректироваться. Я предлагаю не забывать о том, что фунт остается аутсайдером, по крайней мере, политическим, и не забывать о том, что очень сильно картина прояснится с большой долей вероятности уже завтра, поскольку завтра у нас суперчетверг, завтра у нас голосование по поводу ставок. И это голосование будет решающим, потому что от распределения голосов будет зависеть именно будущий вектор монетарной политики. То, что ставку изменят сейчас, даже говорить об этом не будем, это нулевая вероятность. Но вот баланс сил будет определяющим. Сейчас считается то, что Банк Англии с 50% вероятностью поднимет процентную ставку до конца 2018 года. И если Банк Англии на основании последних данных по инфляции, которые, как вы помните, снизился, все-таки решит повлиять на настроение трейдеров, самое время корректировать вот эти настроения посредством комментариев и заявлений о том, что пока решение об ужесточении монетарной политики будет отложено на неопределенное время. Банк Англии будет дальше следить за статистикой. Вот подобные комментарии, да и сам факт распределения голосов 6 против повышения процентной ставки и только двое, в лучшем случае за, я думаю, будет достаточно, чтобы спровоцировать ослабление курса британской валюты. Донор канадец у нас наконец-таки, друзья, развернулся. Вот уже третью сессию подряд мы с вами растем. Нужно закрепить результат, нужно, чтобы юрисдикат с текущих значений 1,2580 ушел выше, даже несмотря на развитие роста, который является следствием и меньшей реакции трейдеров на национальный фундайм. Вчера вышли данные по производственной активности в Канаде. Трейдеры на это практически не обратили внимания, а вот на обвал котировок нефти обратили. И в случае, если эта синхронность сохранится и дальше, то пара юрисдикат будет уже двигаться в районе 1,27. Но даже при развитии растущего движения я пока не решаю, собственно, зайти снова канадцы, торговать парой доллар в канадский доллар. Я считаю то, что можно будет уже начать рисковать после того, как котировки по бренду закрепятся ниже, собственно, 50 долларов за пары, а пара юсд иена, то есть сам американец, давайте говорить про лучший индекс доллара, будет стремиться выше 94. Пока не удерживается ни первое, ни второе. Поэтому лучше воздержаться от торговли долларом канадцев. Австралиец, как мы с вами ожидали, но не сможет не отреагировать на мягкую риторику резервного банка Австралии. Поэтому, не дождавшись моментальной реакции по факту решения поставки и выступления Филиппа Лороя, мы получили отложенный эффект. И австралиец потерял больше фигуры за время нашего, собственно, последнего брифинга, то есть за последние сутки. Давление на австралиец сохраняется. Я напоминаю то, что оно связано с прямой формулировкой того, что высокий обменный курс тормозит экономический рост и негативным образом сказывается на целях по инфляции и по динамике роста заработных плат. И в конечном счете это будет влиять и на экономический рост регионы. Мягкая экономическая политика будет продолжена, поддержана. И дальше резервный банк Австралии не собирается, с учетом текущей конъюнтуры и низких значений инфляции, присоединяться к позиции ФРС и, соответственно, Банка Канады. Не собирается даже травить байки о готовности ужесточить монетарную политику. Но нам, собственно, это и нужно, друзья. Потому что мы хотим видеть австралийцев гораздо ниже, даже в уровне 0,78. Новозеландский доллар тоже скорректировался, в принципе, не только вслед за австралийцами, но еще и по причине слабых отчетов по рынку недвижим, по рынку труда, в частности, изменя уровень занятости минус 0,5% с прошлого 1,2. Уровень безработицы снизился с 4,9 до 4,8%. Но это не статистика, которая отражает улучшение ситуации на рынке труда. Это тот отчет, который свидетельствует о резком сокращении доли экономически активного населения. Если вы посмотрите на соответствующий подстатистический релиз, который также был увлекован сегодня по уровню экономически активного населения, вы увидите, что я в этом, собственно, оправ. Поэтому по новозеландцам мы тоже смотрим вниз. Золото вслед за растущим долларом пока корректируется, но все равно значения очень высокие. 1265 долларов за тройскую унцию нам нужно все-таки тащить этот актив к отметке 1250 долларов за тройскую унцию. Но без сильного доллара сделать мы это не сможем. Поэтому смотрим за статистикой дальше по штатам и ждем еще большей поддержки для американцев. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.